столкновение неизбежно что же делать и мы его перепрыгиваем минус 7,7 метров в секунду офигеть сейчас вот до самой от одея не бывает это просто праздник какой-то а давайте вам покажу закат еще раз она а как и ты показываешь это браконьерство просто это вот убой можно сказать а нифига себе как нас отживало друзья антон сергеевич готовится к вылету мы же давайте с вами подумаем как можно облагородить вот это вот gopro 8 которая здесь вот так с пауэрбанком торчит почему я хочу поменять на gopro 11 наверное потому что хочу все-таки в 4k снимать нормально уже с хвоста хочу квадратную картинку вот эту чтобы можно было в ниже ракурс дать выше ракурс бы отдать и хочу сразу сделать крепление которое позволит камера будет немножко встроена вынесена чуть вперед относительно стабилизатора ну и уберется вот это вот страшная конструкция из аккумулятора попробуем сделать такую обтекаемую капельку то есть напечатать такую какую-нибудь конструкцию которая будет с помощью двух металлических таких естественно обтянутых пластиком дуг цепляться за нижнюю часть стабилизатора и как-то аккуратно будет вписан пауэрбанк вот то ли вписывать пауэрбанк то ли купить литий-ионных аккумуляторов если вы кто-то разбираетесь хорошо в этой электронике и прочих напастях давайте попробуем подумать как это можно сделать красиво при этом питание не должно пропадать то есть включили и забыли и достаточно большое должно быть чтобы камера работала ну соответственно здесь разъем usb стандартный еще из конструктивных нюансов я хочу чтобы как вот эта вся конструкция могла переставляться с вепря на принцессу потом еще на какой планер и чтоб это можно было в эту всю систему можно было переносить соответственно точные вот это совпадение поверхности планера с будущей конструкции неважно должно быть где-то как-то что-то примерно сейчас конечно это аэродинамический ужас у нас кусок стабилизатора выключен 1 1 1 до выпускаем мотор гав-гав-гав потихонечку не надо так крепко закрывать фонарь вот друзья поднимается моторчик наш закрывая фонарь так из хороших новостей у нас сейчас ветер встречный и взлетаем мы не курсом на солнце это конечно очень удобно так готов всегда готов от винта запускаюсь мотор сэрл батит ангуром ютокуляш пистану закрыл окна 5 макдали но на ветерок боковой раз обороты буду сейчас моторчик глушить температура нормальная выключился больше скорость к лава чтобы моторчик повернулся его убрать можно было бы а я вижу он зеркальце на лице пошла уборка все можно наушники снимать да тут будет уже без наушников слышишь не офигеть закрылки я переставляю разгоняюсь сейчас мы выскочим более сильную волну ага вот с левой стороны как раз верхушки роторных облаков выскакиваешь на уровне облаков и потом выше них уже начинается волна вот она ага пошла вижу красивенько закрылась на пятерочку и вот висишь прешь вверх со скоростью 3 метра в секунду красава и вот здесь уже воздух ровно видишь внизу там вот сторону гренобля полный ада потому что оттуда идет влажная воздушная масса которая на каждом из клиптов как бы осушается ага если она получается на подъеме воздух остывает и происходит конденсация а на падении вниз он опускается высыхает и вот этот цикл приводит тому что воздушная масса подсушивается лишь дальше прям до моря облаков нету ну да только линзы наверху а сколько ты говоришь сегодня предел то 5800 это предел по воздушному пространству airspace а а не потому что мы там а может выдуть и выше выше конечно можно нельзя наковыряли мы две тысячи триста метров ну и на самом деле подъем практически прекращается решили высотом сергеевичем рвануть к следующей полушечки я опускаю нос закрыл облак на 10 разгоняемся и хотим верить то что перед следующим облаком стоит улайна лучше чем у нас сейчас отловим минуса соответственно за волной ну да эту ступеньку я понял да сейчас будем получать дюлей оттяните привезные ремни справа радуга смотри на этом на облаке нога а вот красиво и сейчас пусть нам повезет объявили там ну или будут а может и не будет уже может видишь удачно это облако прошли сейчас по идее должна быть волна впереди ага впереди тоже хороший хребет который должен работать но родная давай высота как раз повторяющая если ниже опустимся будет уже мрачно есть подклад да есть старый-то все лазья антон сергеевич на борту везение с нами или не с нами да друзья взяли волну сейчас поднимаемся вверх и у нас же кстати разговор о камерах так вот затем зачем я вообще этот полет за телу хитрый чем в чем коварный хитрый план меня я подумал что просто так камеры взятие поменять будет глупо потому что мне останется огромное количество шикарных нормальных камер которым можно еще пользоваться и пользоваться эти работой давай там я работаю я пошел как волк это друзья можно будет взять контакты из описания под любыми видео и написать письмо деду морозу что товарищ дед мороз готов добыть камеру с канала мечты летать я вот летая летавшую на всех планерах снимавшую все видео которые есть на канале ну вот примерно за такой вот взнос до будущей камеры и все и я думаю что кому-то повезет то есть мы с кем-то спишемся и договоримся и три камеры таким образом распределим а одну разыграем среди спонсоров канала спонсорам кстати доступны видео закрытые которые достаточно интересные есть закрыты они не потому что я такой жадный потому что я не могу открытым доступе некоторые видео укладывать по ряду политических и педагогических и ну иных юридических причин так что опять же понимаю прекрасно что многим невозможно стать спонсором канала потому что там youtube не позволяет это сделать на различных территориях ну и поэтому мы как как я уже сказал можем спокойно договориться на режиме среди спонсоров одна камера разыгрывается а в они в свою очередь выиграют могут кому-то подарить это их будет уже решение то есть я хочу чтобы камеры продолжали работать камеры хорошие восьмая камера по сути такая достаточно революционная она почему я в общем-то начал снимать вести этот блог и снимать видео и летать вот так вот прекрасно летать над облаками да это потому что у меня велосипед наконец-то появился то есть камера нормальная я до этого снимал на sony такой вот фотоаппарат у него был достаточно маленький угол обзора получалось через такую дырочку вам все это показывать без вот этого огромного объема который сейчас вокруг вот гоупрошка она хороша тем что она дает реально большую достаточно картинку широкий угол не позволяет вам вот реально посмотреть своими глазами на все в это происходящее чудо восьмая оказалась самой наверно удачной камерой с точки зрения неглючности то есть у меня восьмерки отказывали минимальное количество времени работает как швейцарские часы совершенно безотказно чего не могу сказать о девятки и десятки то есть у них вот на мой взгляд глюков больше но конечно качество картинки на девятки и десятки все-таки получше и конечно стабилизация это просто фантастика какая-то то есть картинка стабилизируется идеально еще один аргумент в пользу gopro 11 ну собственно 10 такое может это выравнивание горизонта камера может вращаться как угодно а горизонт будет выровнен весной много снимал на валанчик вот такой вот прям реальный валанчик который напечатанный в которой была всунута камера я через вот эту форточку камеру так чунь-чунь выкидывал за борт и получились прекрасные кадры но камера качалась достаточно сильно а иногда и просто вот так вращалась там есть видео где пошла вращаться поэтому хочу попробовать гопро одиннадцатую засунуть маленькую валанчик и поснимать с хвоста потому что ракурс получается достаточно интересный и так почему я начал снимать потому что бы вот серёга мне посоветовал гопро восьмую будет полков огонь будет выбрасывай свою sony и будешь снимать на гопро 10 и горе 8 горе не знать и действительно так и получилось то есть я пока снимал на sony получалось ну так себя я взял снял что-то на телефон первый ролик который более-менее пошел это там про скольжение что-то я снял тупо на iphone какой-то 10 по моему было 11 11 по моему но неважно и получилось неплохо дальше мы купили камеру восьмую я начал снимать и скажем так сначала монтировал все серёга он меня не подпускал я еще и честно говоря не хотел а потом просто получилось дико неудобно что я посылал файлы и серёги и серёга монтировал мы постоянно с ним созванивались списывались как значит что куда переключить ну то есть мне приходилось отсматривать говорить какой секунды что подрезать ну и в конце концов я перекрестился и думаю дай-ка я попробую что не собрать сам и вот первый мой ролик который собрал это стоимость обучения на планере и самолете там сейчас просмотров на нем прилично снимал я его где-то в числа на 15 ноября что ли вот на этой горке была хорошая погода гора называется а поттер наш аэродром чтобы призвались к местности там учили я взлетел залез на это поттер и отлично отснял материал который потом кропотливо смонтировал монтировал снимал всего на одну камеру на хвосте у меня тогда камеры не было но этого было вполне достаточно что получился вполне такой информационный ролик который рассказывал о том сколько же стоит учиться летать и так далее потом я снял ролик про сколько там у меня была планировка купить планер и втянулся вот в этот процесс втянулся начал делать какие-то сценарии уже даже там писать что-то такое вот и дело пошло то есть родоначальницей канала можем считать вот эту вот камеру вот она красивая gopro 8 вот то есть вы по сути начался канал потом я купил вторую камеру чтобы повести на хвост и у меня была одна на хвосте другая значит была в кабине потом когда вышла девятка я бы купили девятку попробовать что это за звери такой и она меня не сказать что сильно разочарал я ожидал реально большего девятки начал ей снимать она периодически глючила немножко там потом вот возня была с микрофонами с подключением звука меня дико бесило что вот в gopro нельзя просто микрофон вставить еще нужно какой-то для этого переходник как переходник выглядит сейчас покажу камера смотрит на камеру вот друзья переходник вот он сейчас получается из камеры gopro 10 выходит вот такая коробочка это коробочки подключен вот этот радиомикрофон ну согласитесь это порнуха полная вот чтобы это порнухи не было сейчас вам покажу что можно сделать что я делал можно ты возьмешь ручку управления давай вот давай 100 км в час я отдал камеру антону он ни разу не летал на планере пусть попробует что и друзья используют для того чтобы подсоединить микрофон по-человечески вот такую рамку вот она видео модуль он стоит 100 евро зараза достаточно дорого вот я вот так и застёгиваю вот чпок чпок вот он камера к видео модуле теперь ее можно включить и она будет прекрасно работать и соответственно вот есть гнезда куда можно воткнуть как раз микрофон я разгоняюсь директор да как ты разворачиваешь куда-нибудь давай влево поворачивай сам микрофон в этом случае сейчас опять же не могу отсоединиться тогда звука не будет но вот он защелкивается вот так сверху красиво получается реально такая сборочка компактная вот видите что первый раз в жизни разворот совершил и она хорошо работает но минус этого всего что повторю из-за того что постоянно ввисла gopro 10 с большой периодичностью мне приходится вынимать камеру и вынимать аккумулятор потому что по-другому она не выключается сволочь соответственно я потом опять это все собираю опять раз защелкнул защелкнул вынул вот эти ножки прикрутил камеру там на лоб себе еще куда я там еще раз ее хотел прикрутить и до тех пор пока на них опять не повиснет сыр с конями и вот таких медиа модулей я убил две штуки то есть при этом я убил еще пару хороших видео когда медиа модуль вздыхал то есть вот ты микрофон подключаешь он вроде видит потом чпок и он его не видит роли которого мне очень жалко это про кислород мы снимали ролик и там вначале просто адский какой-то ужасный звук это потому что сдох этот медиа модуль я через там две перезаписи вытянул звук который как-то сама камера находясь уже в этом чекле писала поэтому по решению вот это gopro что мне дико не нравится мне она страшно бесит я хочу выразить презрение компании за такое решение и я считаю что можно было вполне как-то сделать так чтобы можно было напрямую камере подключать внешний микрофон как это сделал диджай то здесь джай респект уважуха и я только по этой причине одну из камер куплю диджай товарищ из gopro задумайтесь об вот этих вот моих мыслях реального блогер который много снимает снимает воздухе еще один момент который мне нравится у диджай то что они сделали под аккумуляторы такие красивые боксики там втыкаешь три аккумулятора и он как сам пауэрбанк он сразу же эти аккумуляторы заряжает я себе такую штуку точно куплю потому что вот смотрите на что-нибудь вам сниму как нас водит так закона до тебя водит первый раз жизни пилотирует планер антон сергеевич смотрите как на час перед так облаками дичь и тебя теперь идея этих облаков быть вот я да туда и говорить как какая помощь реальная мне как блогеру и так посмотрите видите у нас тут шмурдяк всякий кислород валяется полные карманы всего не пойми чего там батарейки наушники еще что-то и вот вот в этом всем еще валяется вот он пауэрбанк который через шнурочек я сейчас могу подсоединиться к этой вот gopro вот все сейчас пауэрбанк подает питание сейчас по идее камера немножко заряжается те 9 процентов которые у меня были уже наверно меньше но это все неудобно вот посмотрите какую адская сборка какая и наличие кейса куда ты можешь закинуть аккумулятор сменил аккумулятора если как диджей обещает это работает два часа ну больше обещают но пишут что реально два часа работает если два часа можно снимать камеры таки вообще проблем никаких у меня нету буду пользоваться снимать и радоваться жизни тебе нужно пробиться на фронт перед этим облаками да я туда и лечу да ну ты отлично пилотируешь давай тебе пост переставлю закрылок на ноль это будет комфортней и лети лети мой орел что из интересного зажглись линзы вот эти к таким линзам и поднимались и высота там такой линзы может быть очень красиво я снял сделал съемки на кранте когда мы на фоне линзы там что пара крутили гопро 8 который у меня на хвосте иногда замерзает и теряешь как кадры говорят что 11 в этом отношении намного лучше и новая серия аккумуляторов держат холод лучше то есть посмотрим это одна опять же из причин апгрейда парка вот я пауэрбанк нажимаю пауэрбанк есть заряд зарядка на эти модуль на камеру не идет меня бесит нещадно вот почему что что не что не работает в этой куче проводов попробуй сейчас разобраться шлейфе там долбаном а тут видишь подходишь к облаку хочется контент огонь снять я взял ручку и ты понимаешь что любой момент контент огонь может прерваться но не потому что с нами что-то будет нехорошее выносит вверх вот эти стрелочка пошла о радуга пошли в нас выстрелил облако ну да это вот волна вот она сейчас впереди стоит здесь впереди перевальчики которые как раз выплевывают и сейчас посмотрим оба я хотел позволить красотка о смотри-ка как до 4 забросила сейчас скорость не я штопор кстати на он крутил классно получается если что ты не переживай зашла луна я спокойно теоретически мы можем и при луне полетать на посадку при луне еще не делал вот она ротор на облако которая демаскирует эту волну скороподъемность сейчас у нас присутствует два метра в секунду до трех вот вы хорошо что сюда пробились потому что время позднее скоро солнце сядет а мы хотим повыше подняться чтобы вам все-таки не просто про видеокамеры какой-то ролик а все-таки еще какой-то контент огонь антон сергеевич скажи магия магии бери ручку взял закрылок я тебе представляю в ноль 100 километров в час и вот так летит вот погибли кромки кора настоящий парапланилист опытный вообще человек который может все может сам дом построить этот сергеевич сам построил дом вообще без никого мне больше интересно было как он стропила ставил там сергеевич как ты стропила ставил но система блоков есть такая штука называется удочкой на ютюбе можно посмотреть то есть ты собираешь стропила на земле и потом через блок присоединяешь к стропиле и грубо говоря присоединял через забор у меня шла веревка присоединял к машине ехал по улице садового товарищества на машине а при этом у меня поднималась стропила как красиво левый поворот поехали поехали этого она здесь заканчивается я взял ручку и ведь вы скачали из волны уже хотел этих самых по полной программе красота директор вот они вау суши облак коня кончается облака кончается волна да да то есть мы вдоль чуть-чуть если ты хочешь петлю здесь сделать красивую кого петлю давай погнали пенобли однозначно пасмурно мы на клевую стороне ластру да друзья я включил опять поставил новую батарейку в гопро десятую это прожок убийца батареек и сейчас мы с антон сергеевичем хотим снять для вас петлю красивую планер dg 500 м на это сертифицирован в отличие от современных планиров он официально может делать петлю то есть я ничего сейчас не нарушаю хороший наборчик да вот закрепила и все покрепче сейчас я не знаю как угол обзора видите вот проблема была бы 11 гоупро корчится картинку и вот это и вот это и я в этом случае вот должен угадать сразу с углом какой наклона камеры ну вроде как мне кажется я угадал но посмотрим что получится так закрылок да она широкая да прям волне будем делать петлю смотри мы друзья разгоняемся до скорости 200 210 я сделал полочка и теперь ручка на себя создаю положительную перегрузку сейчас ручка до себя до упора солнце у нас красиво и аккуратненько выходим какие при этом нагрузки на крыло давайте посмотрим на крыло и нагрузочка довольно приличная крыло сгибается фаза крыло провернулись и невесомости нет главное не делать невесомости в то что считается ошибка при выполнении петли так вот она скорость 200 посмотрите-ка на мою морду как перегрузка на нее действует да нормально это действует ничего страшного перегрузка сейчас 3 я могу принципе включить приборы соответственно поснимать вам перегрузку поток желания но не хочу этого делать сейчас потому что мы из волны вылетели на як-52 жестче ну конечно там перегрузка пятерочка может да я же здесь жалею вепре я тоже могу пятерочку сделать не надо да он на пятерочку для и рассчитан на максимум зачем нам лишний раз нагружать крыло и расходовать ресурс нашего планера мы продолжаем набор я продолжаю рассказывать о камерах мой план на ближайшее будущее я сейчас буду вильнюсе как шу какой-нибудь хороший магазин и пощупайте камеры потрогаю и выберу ну не выберу куплю gopro 11 большую gopro 11 маленькую на хвост и диджей action 3 попробую ее как раз вот в кабине микшировать с gopro 11 и посравнивать ну и я думаю что и то и то и найдется какое-то так сказать занятие попробуем дальше мы отснимем какое-то количество роликов с этими камерами и я смогу сказать попал я в итоге угадал или не угадал почему я могу так лихо менять камеры как перчатки но честно скажу не из-за того что youtube платит много денег за монетизацию контента на самом деле какие-то деньги идут но по сравнению с тем что было до войны это наверное треть от того что было даже четверть опять же никогда не затеивал канал там ради каких-то вот этих там вот монетизации если вы видели тоже даже никакую рекламу никогда коллаборации с какими-то вещами не делаю потому что у меня просто мне обращать очень много народу у меня бесит ну не хочу этим заниматься не хочу этого добавлять и так всего хватает но то что люди какие-то там деньги переводят кто 5 кто 2 кто 16 евро я уж не помню сколько у меня на канале там сделано во первых это просто приятно то есть получается что человек ценит мою работу понимает что труд там вот он тут сергеич не даст соврать позавчера я провел день монтируя ролики про жега с определенного кузнечка и плюс еще там ночью что-то монтировал то есть он просыпаюсь ночью тому стартическая бессонница утверждаю замокал у нас замокал пока мне наушники не дали чтоб я здесь не мешал всем жить в доме поэтому на монтаж тратится куча личного времени мне это нравится то есть если бы и мне не нравилось я бы не делал но то что люди переводят какие-то деньги нажимая кнопку спонсировать на ю тубе или там донаты все в контакт в описании под любым видео все эта информация есть мне приятно мне приятных допишут комментарии мне приятно когда ролики смотрят в принципе тем что вы смотрите ролики быть как бы частично оплачиваете мой труд тоже так что но вы понимаете да о чем я о том что с любому человеку приятно когда его труд ценят и это абсолютно не за ради зарабатывания денег но это для наверное создание вот этой атмосферы которая многим нравится миссия какого-то масштаба можно так сказать если сказать громко то есть я это сначала затеял мне нужны были ученики на и нужно было какое-то количество людей кто более-менее стабильный был лист записи на полеты но сейчас желающих со мной полетать часто больше чем я могу осилить и вот это вот первоначальная задача канала она как-то плавно отошла и сейчас мне больше нравится обратная связь когда люди пишут классно нам нравится хорошее настроение то есть мне нравится это делать я могу себе это позволить я это делаю камеры как мы поступим ну надо их раскидать надо их кто хотите кому нужна была камера кто когда-то думал о том что надо бы купить камеру экшен съемок вот у вас появился шанс мне нужно их отдать в коротшие руки чтобы человек который дальше этим пользуются но немножечко знаете как жалко же мы с ними с этими камерами столько прошли всего огонь и воду и медные трубы но если не идти вперед это застой это деградация это путь вниз мы так не хотим мы хотим только вперед только вверх только картор данте сергеевич только вверх только вверх ну что что мы будем делать на закате давай подумаем и есть вариант но петлю мы уже крутили ну да стопор на закате стопор тогда планер морда вниз крутится это некрасиво некрасиво и давай полюбуемся слушай красиво у вас лучше нет я тоже думаю зачем нам что-то постоянно делать путин да если мы можем просто пребывать мы можем волну сменить сезоня куда она в роли короначат пик дебюра сместиться у хочу хочет пилом пик дебюра ниш там вот эта гора называется дубуна и мы сейчас сторону дубуны просто махнем волну попробуем выбрать в этом выбрали три с половиной ну что меняем меняем блин какие краски красивая скорость 200 делаем переход если что у нас есть луна чтобы снимать можно ли летать ночью можно мало того новые камеры которые вот gopro 11 говорят неплохо снимает поздним вечером особенно конечно мне нравятся вот эти закатные горы о берет посмотрел я в бок смотрел это то будет некоторые спрашивают почему я не беру какие профессиональные фотоаппараты этот фотоаппарат когда вокруг тебя начинает летать одни от него неприятности ну и хочется максимально просто чтобы вот не отвлекаться на съемку потому что помимо съемки как видите еще нужно пилотировать это вот не так просто как хотелось бы мы можем попробовать с левой стороны перепрыгнуть одно облако давай да сместиться там по идее вот феновая щель я вижу да и да кто там закатом ну еще минут пять у нас есть пока солнце не коснется красиво подсвеченные облака и собственно впереди у нас пеновая щель бигдебюр красавец на большой высоте мы часто встречаем рассвет мой закат неважно это и другое и в этом случае на высоте солнце восходит раньше и заходит а а заходит позже какая луна красавица это у нас прям посадочка будет разбирает а можно будет фоточки красивой с луной сделать очень прозрачный воздух сегодня вытягивает камера картинку или нет но поверьте мне очень красиво часто форточку открою друзья максимум что могу с точки зрения картинки вот сейчас ворточка дает большие шумы это конечно минус а волна пошла я считаю что мы с тобой просто настоящие боевые кабаны ведь отлично слышь как я его завесил до 5 метров 5 метров в секунду ты посмотри и мы сразу набрали столько же сколько потерять до глазам своим не верю сейчас я только главное в нее вписаться вот этот весь вся эта сборка из камер конечно из проводочков меня выбешивает но теперь я надеюсь что глубоко уважаемые любители летные видоспорта пошло войдут положение во первых где она советует какую же мне камеру все-таки купить все три и на что с этим дальше делать я друзья еще хочу сказать что свершилось огромное позитивное событие у нас это оптиковый лаконный кабель подтянули к нашему дому и мало того уже подключили и сейчас я могу очень быстро грузить материал отснятый на google диск у меня есть диск я могу даже его объем увеличить и если кто-то вдруг порой у нас захочет помонтировать видео то я могу дать возможность скачать материал мы можем договориться какой ролик вы будете монтировать у меня есть куча отснятого материала шикарного до которого меня просто руки не доходят реально если у кого-то есть талант монтажу а кто-то просто хочет попробовать я могу вам дать возможность скачать исходники и поиграться с ними так ну что ж поднимаемся высота 2 700 кислородом хочешь подышать да пока нет ну про вообще давай да да на это на из аттракцион так аттракцион вот друзья наш кислородный аппарат опять же веприя и очень не закрепил так вот он выглядит сейчас я щелк включаю подачу сейчас буду сам надевать канюля лучше как они гаснут красиво да я сейчас хочу что-то снять обо да друзья сейчас я хочу вам показать как делается шоц не знаю почему youtube очень любит последнее время шоц которые снимаю и а снимать их очень просто вот я врубил телефон час я нажму на кнопку и от сниму короткий ролик и сразу же с неба загружу его youtube ну что ж очень красивый ракурс а я сейчас разгоняюсь а мы петлю делаем петлю друзья петля на закате а директор да это просто бомба немножко подправлюсь вот так уже почти закат так скорость хорошая делаем еще раз анбеливе был невероятная но сплани рассмотрит планету выход ну что и себя любимого тоже на закате невероятное зрелища бешеные кучи камер это просто праздник какой-то заход солнца вручную хочешь давай я видел несколько раз на канале самому да и не за ну смотри но грубо говоря все скорость 120 мы еще солнце хоть чуть-чуть на видим теперь смотри я разгоняюсь типа она заходит окончательно хотя она уже зашло вот скорость 200 и 1 теоретически она должна как бы зайти скорость 100 ну вот ну почти будем считать что почти технически я будет это как на параплане когда там говоришь девушки что а давайте вам покажу закат еще раз она а как и ты показываешь это браконьерство просто это вот убой можно сказать охота без лицензии охота без лицензии да ну все посмотри горы выключили сразу свет другой стал а у неба стал свет фукси там и весной кстати летали безумной красоты вот это было небо и мой ученик говорит ты знаешь что это какой-то самый модный цвет теперь в этом сезоне все были не в этом неважно все ставлю загрузить она загружается самое главное что это контенте нужно времени ты просто взял его включил выстрелил и забыл не знаю я сам не фанат коротких роликов честно скажу но знаю людей которые как раз любят всякий там тикток за это закат так сказать плавал волна никуда не делась и мы сейчас отсчитываем засели засеки время у нас есть с тобой полчаса ага даже уже меньше минут 20 потому что на уровне земли все это за давно зашло вот и я честно говоря в большой темноте не хотел бы приземляться достаточно опасно будет ну что может тебя по облакам с тобой погонять чуть-чуть давай хочешь давай погнали и сейчас это называется подрезать облачко мы сейчас через это облако будем перепрыгивать впереди я так понимаю что съемка конечно сейчас камера снимать должна похуже 10 при такой освещенности она конечно же будет глючить ну посмотрим что она вытянет проверяю угол установочный вроде как неплохо должны попадать и может быть даже ручка будет попадать срубай его вот кажется что мы в это облако час врежемся столкновение неизбежно что же делать и мы его перепрыгиваем и уже с другой стороны уже падает а нифига себе тогда отживала помнишь я тебе про что говорил да друзья вот здесь уже не по-детски кашеварит я сбрасываю скорость на вареометре сейчас но вы не видите наверно минус 5 я разворачиваюсь в сторону аэродрома нашего сейчас мы сбоку пошалим еще немножечко очень полет с видом на луну вот этого у меня еще не было такого что луна такая полная такая яркая главная да а через пару дней будет полноутно слушайте мне достаточно быстро все таки наверно сейчас мы рядом с облачком пройдем и рванем все таки в сторону хаты поддерживаю потому что не хотелось бы получить еще один контент огонь уже нам не нужный минус 5 вот это же вот это мы сейчас мы как раз в том месте где воздух вниз опускается минус 7,7 метров в секунду офигеть ты чуешь хорошо льет куда я тебя завез да самые ады друзья вот сейчас вот да самый ад а те не бывает ну немножко уменьшилось снижение всего лишь 6,6 сейчас сейчас пробьем это облачко насквозь лучше я вам покажу закат красиво остатки уже ничего от заката не осталось да надо лететь вниз надо лететь домой проблема посадки какая что когда приземляешься поздно вечером то перестаешь видеть землю то есть нет вот этого ощущения расстояния от земли да уже пора хочешь полетать на скорости 200-180 давай вот бери держать он в принципе сам летит вот курс такой держи все окей а что там у тебя еще светится такое впереди телефон а пларм какой-то варик пларм ну сейчас подлетим к аэродрому вырубим мне нужен минимум освещения я тебя понял я вот с этой засветкой от приборов земли не вижу на земле друзья зажглись огонечки я не думаю что камера позволяет вам увидеть их но всем черт не шутит ну реально темно но нам осталось как говорится две минуты до посадки сейчас осень темнеет конечно очень быстро день короткий но это конечно проблемка мы подходим к аэродрому я не выпускаю выпускаю шасси раз шасси вышло ставлю закрылок пока в ноль выпускаю полностью воздушные тормоза ну и соответственно снижаюсь на 140 км в час больше нельзя потому что шасси уже выпущено шасси дает некое сопротивление дополнительное будет немножко поэффективнее мы будем снижаться и наверное заделал это на 10 оп все уже посадочная конфигурация ну что Натан Сергеевич вырубай фларм оп ага я думаю нас за это не наругают а мы уже дома не ну во первых никто больше не летает таких идиотов нету а если нет мы их спросим со всей ответственностью а где вы были так сказать 8 лет нет на закате почему вы так поздно на аэродром возвращаетесь вон какая-то машина светит фарами да как ориентир какая-то как раз в торце в торце полосы может она нам хочет свет включить вот она свет включила даже сарлабадит ангарою дам винт лендингтон норд как в торце и стоит да слушаю хорошо я вижу так 140 ну а где-то 140 и будет лежать я думаю что внизу ветер подстег что-то мне подсказывает поэтому жести какой-то с турбулентностью быть не должно но колдун почти висит висит ну вот я примерно как и предсказывал да сейчас чуть-чуть уменьшил тормоза потому что хочу небольшой запасик высоты все-таки иметь слушай глуби легче садиться даже чем в прошлый раз потому что по крайней мере хотя бы сейчас видно гору было а мы до этого садились гору не видели вот я не землю вижу плохо но я сейчас просто сделаю выравнивание и дальше типа параллельно планете лечу буду думать что где-то как-то когда-то коснулся лечу 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 и прекрасно коснулись директор красавчик да спасибо о и зариток до конца асфальта стоимся взять было совершенно не обязательно просто ну толкать планер легче будет фух очараться выключаем ты доволен я в восторге директор дичайшим погода бомба контент огонь до новых встреч до новых антон сергеич это потому что кто-то слишком много ест я хотел его держать а ты кстати ты доволен дай-ка я тебе хоть сниму я тебя вставлю до до конца просто праздник какой-то до конец таки реализовалась полетал волне замерз тепло прошу тебя зашла луна а луна сон и как красиво отражается на в крыле вообще офигительно да да как как там делать солнышко держит держит на ладони друзья вот такой получился поучительный веселый ролик с планами на будущее мы будем продолжать снимать для вас контент огонь радовать вас видами с неба потому что потому что наша миссия кто-то должен делать каждую какую-то работу я считаю что мне с моей повезло и вот это окошечко в мир который трудно доступен на самом деле вот побывать там где мы бываем для этого надо очень очень долго и много учиться и это возможно но вот если у вас все-таки такой возможности нет вы по крайней мере можете туда заглянуть вместе с нами улыбнуться с неба ну в смысле в небе до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов